Братья и сестры, в этот вечер мне вместе с вами прежде всего хотелось бы сказать славу Богу. Бог сохранил нас и помог до сего часа. Наша следующая нужда, о которой мы уже тоже, как уже было упомянуто, на протяжении долгого времени молимся и взываем Господу, это о благословении и сохранности семей в церкви, отступивших от Бога, а не верующих родственников. Вы знаете, вот когда задумался, вроде бы какая связь благословения и сохранность семей в церкви и отступившие от Бога родственники или не верующие родственники. И вроде бы совершенно две разных нужды. Но когда поближе немножко подумаешь вот об этих нуждах, об обоих, и очень часто они взаимосвязаны. Если нет порядка в семье, если там раздоры, если там постоянно ругается отец с матерью, ну муж с женой, можно так сказать, и дети видят это, и как следствие, очень часто как следствие, дети уходят. Кто-то притыкается, кто-то соблазняется, и взросленька, возможно, и уходят в мир. Согласны с этим? Вот вы знаете, когда читаешь статистику вообще происходящую в мире, то очень много детей, которые бродяжничают, те, которые уходят из семей, это дети из неблагополучных семей. Где отец с матерью, где муж с женой не живут хорошо вместе, где часто папа не бывает дома, или он пьяница, или мама пьяница пьет. Вы знаете, вот в таких семьях основная масса тех, кто бродяжничает, это из неблагополучных семей. Я не хочу вывести какую-то закономерность сегодня из христианских семей, но очень вот эти вот две нужды, недаром они и объединены вместе. Потому что, как правило, как правило, очень часто, смотря на наши поступки, дети, возможно, соблазняются и говорят, но если вы, верующие люди, так делаете, то, как бы, я не хотел бы так жить, не хотел бы так жить. К сожалению, приходится об этом говорить. И, к сожалению, вот эта вот нужда у нас сегодня о сохранности семей в церкви, она выходит, можно сказать, на какие-то такие передовые позиции, к сожалению. Вы знаете, вот когда читаешь Библию, мы находим такое место. «Видишь брата согрешающего, что нужно делать? Молиться за него. А если мы вообще не видим брата в церкви? Если мы вообще не видим сестру в церкви, что тогда нам делать? Молиться за них. И мало того, что молиться, если мы видим, что они пришли в церковь, это не стараться посмотреть, как они одеты и в чем-то сразу обличить их, а просто поучаствовать, понять и осознать, как у него дела, где он бывает, что с ним происходит. Не к тому, чтобы сразу чем-то его огорчать. Давайте обратимся все-таки к Писанию и перед нашей молитвой прочитаем, ну, я бы хотел сказать две притчи. Вы знаете, я сегодня хотел бы именно говорить на вторую половину этой нашей нужды, потому что, как правило, вы уже замечали, когда читается нужда, в основном мы говорим о первой части нужды, а вторую упоминаем вскользь. Сегодня я бы хотел вот именно сосредоточить наше внимание немножко на второй части, но не забыть и первую часть этой нужды. И поговорить, ну, не то, что поговорить об отступивших от Господа или о неверующих родственниках, а к тому, что, ну, какие наши чувствования к ним, как переживаем мы, сильно ли часто мы нуждаемся перед Богом в том, чтобы Бог все-таки коснулся их и привлек к себе. Давайте мы откроем Евангелие Луки, 15 главу, и прочитаем, ну, я хотел бы прочитать две притчи, одна довольно-таки длинная, но посмотрим, как уже получится у нас. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них, отче, и сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел и прислал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить шлево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец, его изжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его вышедзвал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой расточил имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв, и ожил, пропадал и нашелся. Вот такая притча. Вот в свете вот этой нашей нужды, мне кажется, я вот когда прочитывал ее, она как-то по-новому, можно сказать, засияла, по-новому засветилась в разуме моем. Вы знаете, мы часто осуждаем блудного сына, но мы почти не касаемся того, что, хотя и второй сын был с отцом, но не совсем понимал отцовство, он не совсем понимал душу отца. И в его глазах, вроде бы, и в глазах отца, в принципе, и отец тоже понимал прекрасно, что его младший сын поступил неправильно. Он прекрасно это понимал. Но о чем он говорит, надо было радоваться. Пропадал и нашелся. И уже он его считал мертвым, а он ожил, он вновь пришел в дом отчий. Вот если мы видим человека, который давно не посещал церковь и вдруг зашел к нам сюда, радуемся мы тому, что мы увидели его? Или мы как-то смотрим, вот как смотрел старший сын на него. Неужели отец не понимал и не знал, что он расточил, что его младший сын расточил все, что ему отдал отец? Он прекрасно понимал это. И порой, возможно, мы начинаем точно так же указывать, где ты был, чем ты занимался, где-то там. Надо тебе покаяться сразу. Он и сам понимает, что ему нужно покаяться. Он и сам понимает. А вот чего не хватило у старшего сына, это проявить просто участие. Участие, встретить, подойти к нему. И пусть уже не бросаться, как отец его встретил, хотя это было бы лучше на шею. Давно ж не видел брата своего. Вот каково наше поведение, как мы поступаем, когда видим тех, которых давно нет в церкви. Стремимся мы к тому, чтобы... Вот я задумывался и думал, вот отца меньшего сына не было дома. Что делал отец? Как поступал отец, когда его не было дома? И почему это вдруг он его увидел еще там издалека? Ждал он его? Ждал. Он не просто ждал, он выходил и смотрел на дорогу. Поэтому и увидел его там. Если бы не смотрел и не бежал бы навстречу, если бы не смотрел бы туда. Он ждал его. И вот на сердце у нас тревога, когда мы кого-то не видим. Кого-то из знакомых, которых мы хорошо знаем, с кем вместе молились. Но нету сегодня, допустим, в церкви. Я не говорю о тех, кто перешел, допустим, в другую церковь. По каким обстоятельствам переехал, куда ты уехал. Я говорю о тех, о которых вы прекрасно знаете, что они здесь. Они в Портленде. Но только не посещают церковь. Только не идут к Богу. Каковы наши стремления, каковы наши желания о них и к ним. Давайте все-таки обратимся к начале этой главы и прочитаем еще одну притчу. С третьего стиха. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне, не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. А нашед возьмет ее на плечи своей с радостью. И пришедший домой созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мной. Я нашел мою пропавшую отцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вот короткая притча, но я думаю, в свете нашей этой нужды звучит нам как-то по-другому. Давайте помнить вот об этом. Вот если Христос говорит о том, что на небесах больше радости о кающемся грешнике, чем о девяносто девяти праведниках, хотя радость есть и о праведниках, просто он пропадал и нашелся, был мертвым и ожил. Вот давайте сегодня, сейчас склонившись пред Господом, склонившись на колени, мы воззовем его в этих нуждах. Мы будем молиться о тех, кто далеко сегодня от нас, кто, возможно, появляется только по праздникам здесь, хотя хорошо, что он и приходит хотя бы по праздникам, но чтобы Бог коснулся их сердец, не с желанием, Господи, покажи им могущество свое, они знают прекрасно и осознают, они знали Бога, они ходили в собрания, они знают, что он могущ. Но чтобы Бог по-особенному коснулся их сердец, чтобы им захотелось прийти сюда, хотя бы малость, захотелось пойти сюда, увидеть нас и вместе, может быть, помолиться, а нам в свое время оказать какое-то участие в их судьбах, с открытым сердцем встретить их. Не просто, как бы они не были одеты, еще раз я бы хотел сказать, как вы думаете, как был одет этот младший сын, когда отец его встретил? Хорошо? Да, конечно же, нет. Я думаю, в лохмотьях, потому что все, все сделано, находясь со стадами свиней, вы можете представить, каким можно быть, вы можете себе представить. Вот таким вот он был, но не посмотрев на это, отец обнял его, целовал и плакал на шее у него. Да поможет нам Бог чувствовать вот это отцовство ко всем, ко всем, тем, которые приходят сюда, и быть открытыми для встречи их. И разумеется, конечно, мы будем молиться и первой части этого нашей нужды, это чтобы в семьях наших был мир, покой, чтобы Бог благословлял наши семьи, чтобы Бог укреплял их, чтобы муж заботился обо всех, жена в ответ заботилась обо всех, чтобы было любовь и мир. Господу за все слава. Аминь.